МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск итоговой программы новости Большого округа в студии Людмила Ермакова. Я и мои коллеги расскажем вам о самых важных событиях Пушкинского. Смотрите сегодня в выпуске. Вечное почтение. В Пушкинском отметили День памяти воинов-интернационалистов. Гонка, небольшой мороз и отличное настроение для всей семьи. В Ивантеевке состоялась лыжня здоровья. Красота натуральных материалов. Столяр Алексей Червоняк показал, как работать с деревом. Об этом и многом другом смотрите в нашей информационной программе новости Большого округа. Память жива, пока мы помним. 15 февраля исполнилось 35 лет со дня вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан. В округе Пушкинский этот день отметили памятными митингами и возложением цветов в трех городах. 35 лет назад, 15 февраля, мост через реку Амударья пересекла последняя колонна военной техники. В эту дату отмечают День вывода советских войск из Афганистана. В округе вспомнили героев. Знаковая сегодня дата для всего нашего Отечества, для нашей страны. Действительно, в этот самый день, ровно 35 лет назад, последняя колонна советских войск покинула границы Афганистана. Это был непростой период в судьбе нашей страны. Очень спорный, очень сложный, очень противоречивый. И вот эта дата, дата 15 февраля, она напоминает нам об этом. По данным Министерства обороны, в период войны за 10 лет на территории Афганистана прошли военную службу 620 тысяч советских военнослужащих. Общие людские потери советской страны в афганском конфликте составили 15 тысяч 51 человек. Более тысячи наших земляков-ветеранов сейчас проживают в округе. Я хочу сказать, что каждый, кто был за ленточкой, за речкой, выполнил свой интенсиональный долг с долгом и с почетом. У нас сегодня здесь присутствуют дорогие наши мамы и вдовы. От наших организаторов, от нас, ветеранов, локальных войн, вам, дорогие, низкий поклон за ваших детей, мужей. Мы всегда помнили, помним и будем помнить их. В Красноармейске митинг прошел на площади Победы у танка. Там присутствовало молодое поколение и ветераны Всероссийской общественной организации «Боевое братство». С минуты молчания начался митинг у мемориала, не вернувшимся с войны в Ивантеевке. Здесь собрались все неравнодушные представители Российского союза ветеранов войны в Афганистане и молодежных организаций, а также волонтеры и жители города. Выступили воины-интернационалисты в отставке. Нам говорят, что ребята афганцы, такое ощущение, что они сделаны из стали. Да, всем за 50, за 60, но есть добровольцы, которые до сих пор участвуют в СВО и помогают делом, опытом, навыками. В школах города Ивантеевке после пройдут встречи с участниками войны в Афганистане. В конце митинга по традиции во всех городах возложили красные гвоздики в память от всех, кто не вернулся. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Сергей Денисов, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. По распоряжению председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова все депутаты должны провести встречи с населением, где расскажут о проделанной работе и узнают о проблемах жителей. Депутат Мособлдумы Михаил Ждан встретился с пенсионерами из проекта «Активное долголетие». Встречу депутат Мособлдумы Михаил Ждан начал, обозначив основную тему – специальная военная операция. 350 тонн гуманитарной помощи от нашего округа было отправлено в зону боевых действий за 2023 год. В этом доля заслуги есть у активных пенсионерок. Они вязали носки и балаклавы, участвовали во всероссийской акции «Тепло для героя». И с Михаилом Жданом уже знакомы. Я знаю, что вы вязали «Теплые вещи» для наших солдат. И хотел вас за это очень сердечно поблагодарить. Ваша забота очень важна. 2024 год объявлен «Годом семьи». И сейчас в Мособлдуме рассматривают меры социальной поддержки многодетным семьям и семьям участников СВО. Помимо этого депутат рассказал о том, какие проекты из жилищно-коммунального сектора благоустройства выполнены. Например, модернизация водозаборных узлов. Их восемь, что позволит получать более чистую воду. Это подметили пенсионеры. Вода стала действительно чище. Основные чаяния у пожилого населения – это медицина. Не работают лифты в первой поликлинике. Плохая вентиляция в коридорах. Они ремонтируют их, ремонтируют. И все время… Я вот 20 минут сидела в этом лифте там. Застряли? Ну, застряли. Он все время там то один застревает, то второй. Этот вопрос можно будет решить во время капитального ремонта. Он запланирован на этот год. Активных долголетов также волновало благоустройство их дворов и ремонт домов. Наталья Лина живет на Ярославском шоссе. Ее дому 70 лет. Там постоянно прорывает трубы. Из-за этого рассохлись окна. Вода течет по стенам. Вопросы были общие и частные. Ну, есть ряд вопросов, конечно, которые на контроле у главы округа. По ним ведутся, по этим вопросам ведутся переговоры. Принято уже определенное решение. И в ближайшие год-два мы увидим результаты этих решений. То есть, часть вопросов, я думаю, что в ближайшее время будут сняты. Все озвученные вопросы будут переданы в профильные ведомства. О принятых по ним решениях пенсионеров известят. Анастасия Сверина, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Бег на лыжах на разных дистанциях. В зависимости от возраста участников. Самому маленькому – три года. Самому старшему – 11 лет. Так прошла детская спортивная гонка «Лыжня здоровья». Участие приняли более 250 юных спортсменов из Пушкинского и Щелково. Ребят приветствовали депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Паралимпийский чемпион по лыжным гонкам Михаил Терентьев. И шестикратный паралимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Шилов. Вперед к победе с малых лет. Несмотря на погоду, юные спортсмены рвутся в бой. А точнее, в бег на лыжах. Чтобы показать себя и доказать, что спорт – это жизнь. Отличное настроение, закалка характера и успех. Сегодня в Ивантии в киностадионе труд проходит детская спортивная гонка «Лыжня здоровья» на призы шестикратного паралимпийского чемпиона Сергея Шилова. Шикарный стадион, поэтому мы здесь проводим уже несколько лет. Организация всегда на высоком уровне. И с каждым разом на такое ощущение, что детишек становится больше и больше. Потому что участвуют, потом приходят со своими, с младшими, младших братьев, сестер приводят. А пожелаю здоровья. Во-первых, закончить семью дистанцию, финишировать. Быстрые лыжни, хорошие, мягкие, честные борьбы. Этот проект существует много лет. «Лыжня здоровья» в этом году проходит в 10 городах страны. В открытии гонки принимает участие депутат Государственной Думы, паралимпийский чемпион по лыжным гонкам Михаил Терентьев. Мы хотим, чтобы общество в дальнейшем развивалось инклюзивно, и лыжи объединяли, делали нас сплоченнее, здоровее и активнее. Эти мероприятия все реализуют Всероссийское общество инвалидов и другие общественные организации. Фонд «Единая страна». Я, как и депутат Государственной Думы, и другие депутаты Государственной Думы в рамках партийного проекта «Единая страна. Доступная среда» мы поддерживаем вот такие инициативы, которые направлены на здоровый образ жизни. «Единая Россия» поддерживает инклюзивное мероприятие в рамках партийного проекта «Единая страна. Доступная среда», который нацелен на то, чтобы создать условия для особенных людей, включенность их в социальную жизнь, в активность. В гонке принимают участие более 250 юных спортсменов из Пушкинского и Щелкова. Самому маленькому спортсмену три года, старшему 11 лет. На финише каждого лыжника ждет медаль и диплом, которые вручают именитые спортсмены. Я всегда бегаю, но почему-то ни разу не падаю. Уже на две гонки я ни разу не падаю и побеждаю. Мне не было сложно. Ну, там только что горки были, вот сложно. Я вот больше всего футболом был. В завершении соревнований – церемония награждения и подарки от спонсоров гонки. Лучшей сегодня на этой дистанции была Исаева Варвара. Аплодисменты нашим девчонкам. После неформальной встречи с жителями Ивантеевки. Михаил Терентьев рассказывает им о том, какие инициативы реализуют депутаты Госдумы, Мособлдумы, а также региональные власти. Я всегда говорю, что депутаты от «Единой России» – они в команде губернатора. Мы видим, что за последние годы, конечно, очень многое изменилось в Подмосковье. Лыжное здоровье проходит в Ивантеевке уже в шестой раз, привлекая юных жителей города к занятиям спортом и лыжным гонкам. Людмила Ермакова, Сергей Денисов, Анна Белова, Мария Головачева. Новости Большого округа. Жители Пушкинского приглашают присоединиться к уникальному по своим масштабам спортивному событию – ежегодному марафону «Лыжня в Лавру». Его проведут 23 февраля в Нововоронине. «Лыжня в Лавру» в этом году пройдет в пятый раз. Соревнования уникальны тем, что во время гонки спортсмены смогут познакомиться с историей и культурой Подмосковья, так как часть дистанции соприкасается с одним из главных паломнических маршрутов в России. Организаторы предполагают, что гонка соберет более тысячи участников. Запланированы пять дистанций – от одного километра для самых юных участников до пятидесяти километров для профессиональных спортсменов. Прекрасные горькие воспоминания о первой любви главного героя. Яркая актерская игра, а также душераздирающие деревенские песни в исполнении блистательного хора и, конечно же, зрелищная сценография. В Центральном доме культуры строителей состоялась премьера музыкально-драматического спектакля «Дом оконами в поле» по пьесе Александра Вампилова. Да, дом пройдет. Нет, нет. Все просто так не проходит и не забывается, естественно. Зрителям Центрального дома культуры строитель показали историю невероятной любви. Главный герой музыкально-драматического спектакля «Дом окнами в поле» пытался в суете дней не упустить то самое важное и искреннее чувство. В субботу состоялась премьера постановки по пьесе Александра Вампилова. Режиссер-постановщик и автор идеи спектакля «Дом окнами в поле» Леонид Литвинский. Это вторая пьеса Вампилова, ранняя, совершенно маленькая очень. Там два молодых человека, там 27-28 лет. Но у меня Георгий Христофорович Мартиросян, ему там 76 лет. Но это история, которая произошла в далекой юности, когда он был учителем географии, по распределению пришел. Но не случилась некая любовь, некие отношения не сложились. И вот всю жизнь они его тревожили. И вот он начинает вспоминать это, вспоминает в своей памяти, возвращается. Молодые ребята играют, и он хочет это как-то изменить, оставить себя там. Поэтому здесь совершенно по-другому мы смотрим на это произведение глазами. Человек, который прожил и наделал кучу ошибок в своей жизни. Будь жила, ты во свет, злота, сень, тревога. У меня другого нет, я тебя жала. Зрители смогли насладиться не только блистательной игрой актеров, душевными хитами 50-х, 70-х годов, такими как «На муромской дорожке», «Парней так много холостых», «Ромашки спрятались», а также зрелищной сценографией. Каждый смог погрузиться в атмосферу настоящей деревни. Просто необыкновенно получили такое удовольствие. Все песни мы знаем, пели вместе с артистами, с актерами. И большое-большое спасибо этой театральной группе, которая так порадовала нас. И очень мне понравилось, что вот именно поставьте памятник деревне, и вот именно, которая нас кормит и поет все наши годы. И кормила во время войны, во время всех. Молодцы, замечательный проект. Мы очень часто ходим сюда. Здесь очень комфортно, прекрасная обстановка. И мы рады, что вот сегодня на такой прекрасный спектакль тоже попали. Музыкально-драматический спектакль поставлен при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Его цель – привлечь внимание к деревенской жизни и ее культуре. Планируют показать шесть таких спектаклей в нашем округе, а также и в Москве. Два из которых пройдут в апреле в Софрино и в Лесных полянах. Задача наша, вы видите, на фотозоне – привлечь внимание к деревне, к ее развитию, к культуре нашей, отечественной. И, собственно говоря, билеты, которые реализованы, деньги пойдут на благотворительные цели фонда. Алина Рогожина, Владимир Овсяников, Яков Глейзер. Специально для новостей Большого округа. Оперные арии, дуэты, романсы под аккомпанемент рояля. В Пушкинском музыкально-драматическом театре открыли музыкальное фойе. Там же провели и первое представление, посвященное творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Новый опыт иммерсивного спектакля – это премьера 2024 года «Их жизнь, и слезы, и любовь» в честь 225-летия со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Солисты Пушкинского музыкально-драматического театра под живой аккомпанемент исполнили оперные арии и романсы. Глинка, Римский-Корсаков, Доргомышский – произведение известных композиторов и мирового репертуара у нас в Пушкина. И это только начало. Музыкальная гостиная будет радовать зрителей снова. Следите за анонсами. Почему работа с деревом так увлекательна? Зачем она нужна в 21 веке? И как обычную древесину превратить в настоящее искусство – предмет декора или посуду? Алина Рогожина пообщалась с пушкинским столяром и узнала все о столярном деле. Деревянные столы, стулья, посуда и даже игрушки – все это окружает нас ежедневно в быту. А как это сделать своими руками, сегодня узнаем в столярной мастерской. Хозяин этой столярной мастерской – Алексей Червоняк. Здесь повсюду дерево и запах свежей стружки. Алексей еще со школьных лет решил на уроке труда, что его дальнейшая профессия будет связана с деревом. Он работал плотником и инженером эксплуатации. Десять лет назад открыл свою столярную мастерскую, где с душой создает свои неповторимые изделия. Начал заниматься деревом из-за того, что много друзей-охотников, которые просили сделать какое-то обрамление из дерева. Ну, потому что, в принципе, умел обращаться с деревом, наверное, так. И увлекся. Купил первые резцы. Занимался на балконе, на кухне. Потом нашел маленькое помещение в подвале. И потом познакомились с друзьями, уже занялись плотно. И сейчас столярка полноценная. Алексей не считает, что создание деревянных изделий – это его работа. Наоборот, это его любимое хобби, которое он считает очень важным и полезным в жизни. В каждой своей работе Алексей использует не только технический процесс, но и индивидуальный творческий подход. Когда создается какая-то новая идея, она может быть очень большой. Какая-то скульптура, не знаю. А, возможно, какие-то миниатюрные кошечки, которых я год целый делал, они всем нравились. И долгое время ими занимался, и на какие-то большие вещи даже не переходил. Одно время мы делали разделочные доски. Ну, такие вот, не просто там какие-то квадратные, а как бы со своей фантазией подходили к ним. Вот, тоже как бы увлекало. Ну, здесь в том и смысл, что нет такого одностороннего какого-то направления. Можно хоть каждый день что-то придумывать, и не надоедает. Ну, самое такое, прям, вот, полноценное изделие, кулончик жене сделал. Вот, она его даже сколько-то носила. Вот, ну, было очень приятно, что твою вещь ценят, как бы. Потом делал игрушки детям, вот, ну, и своим, и не только своим. Вот, тоже было, ну, как бы приятно, что, как бы, ими пользуются. Сегодня в своей столярной мастерской Алексей решил сделать деревянного лосося с медведем внутри из хвои. Это символ настоящего рыбака. Для процесса создания деревянного изделия Алексей взял заготовку в виде рыбы, которую он уже заранее выпилил с помощью ленточной пилы из обычного куска дерева. Затем по шаблону разметил на ней медведя. Потом его он выпилил на лобзиковом станке, который используют для более тонких деталей, как в нашем случае с медведем. Далее уже с помощью столярной струбцины Алексей зафиксировал рыбу и приступил к самому процессу создания деревянного шедевра. С помощью стамески – это плоский столярный инструмент. И киянки – это круглый молоток. С помощью них столяр снимал верхний слой у рыбы и придавал ей форму. Для снятия большого объема в основном используются ударные стамески и дополнительные всякие киянки. Для того, чтобы убрать сучки на рыбе, Алексей использовал рашпиль – напильник по дереву. После столяр приступил к работе уже над детализацией рыбы. С помощью мелких стамесок и ножей он сделал на ней жабры и глаза и довел изделие до нужной формы. Так, ну вот, изделие, можно сказать, готово. Ну, еще можно обжечь, чтобы структуру было видно. Задумка, ну, начальная, в принципе, лосось, горбуша, ведущая на нерест, ну, и медведь, который ее ловит. Ну, и вот, как бы, медведь вытаскивается, он полноценный. Ну, вот, это все можно повесить на стену. В конце Алексей обжег деревянное изделие и пропитал его вазелиновым маслом для придания блеска и долговечности. Деревянного лосося можно повесить на стену в качестве декора или подарить близкому человеку. Этот деревянный шедевр будет радовать глаз долгие годы. Алина Рогожина, Яков Глейзер, Новости Большого округа. И на этом у меня все главные новости за эту неделю. С вами была Людмила Ермакова. Всего вам доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова